Доброе утро всем. Вернее, добрый день. Я уже домой иду. Утром была хорошая погода. Ну, ветер, естественно. А сейчас кляжу опять шторм. Вы знаете, в магазин поеду с луком и яйцом пирожки-то делать. Яйца-то есть, а лука-то зелёного нету. Когда была у Тани, она мне говорит, хочешь, иди нарви себе зелёный лучок. А это нафиг он не надо. А надо. Вот поеду куплю. Так, там машина едет. Так что будем ждать. За лучком. Ну, ещё чё-нибудь прихватим. Чё он там? Никак не может проехать. И ещё чё-нибудь прихвачу. Такие вот у нас пироги будут. С яйцом и луком. Ну, всё. Это потому что если либо машина, либо люди. Двоим не дано. Надела свои новые вчерашние, которые купила эти. Не знаю, как их назвать. Они немножко не узковаты. Разносятся. У меня вся обувь почти. У меня нога широкая. Поэтому предпочитаю покупать кожаную обувь, потому что она потом садится хорошо на ногу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Начинка осталась, но это не беда, я туда добавлю тунец и будет у меня такой салат. Я добавила немного риса, я утром прочитала ваши комментарии и добавила риса. Также немного масла. В общем, все как вы пишите. И у меня еще сегодня к пирожкам суп. Вот обычный куриный с лапшичкой. Всем приятного аппетита! Тесто замечательно! Ну, с картошкой я люблю больше. У меня попрошайка. Чуть тарелку супа на себя не перевернула. От вкусноты! Вы знаете, вообще, муж редко приходит на обед, поэтому я сегодня нежданно, негаданно напекла, нажарила пирожков, никого не ждала домой. Урежу, заявляется. Говорю, не понял! Ну ладно, пирожки уже слопались все. Знаете, что хочу делать? Сейчас скажу. В общем, я тут начиталась всего... Сейчас, подождите. Сейчас все расскажу. В общем, про хлеб. Закралась у меня такая идея давным-давно уже сделать закваску на хлеб и готовить ржаной хлеб на закваске. Вчера изучала полночи эту тему. Уснула с этой темой, спала с этой темой, видела во сне. В общем, буду делать закваску. Минимум она готовится 5 дней. Получится? Замечательно! Не получится? Ничего не теряю, кроме муки и воды. Вы готовите хлеб на закваске? Или это так? 30 грамм. Это или от нечего делать? Ты, я знаю, ты на свете есть. В общем, если долго мучиться, что-нибудь получится. Вода почему-то тоже в граммах. Будем в граммах здесь, значит, замешивать. Упс! Мне очень просто интересно, знаете, не из-за того, что там что-то, что-то и как-то, просто очень интересно. Что же там получится? Вообще, я помню, у меня бабушка пекла, знаете, в русской печи вот такие хлеба. Ржаны, боже! Они хранились, ну, у нас пожрать любили, поэтому долго не хранились. Ну, вот она тоже какую-то закваску там где-то это хранила, знаете, и вот пахнет прям вот. Ну, конечно, сейчас там еще ничего нету. Ничего, еще не квасится! Квасится! Ну, вот. Ну, посмотрим. И вот у нее хлеба, вот я хочу добиться, знаете, такого вот результата, как у нее, как у моей бабушки. У нее вообще, моя бабушка, она не умела особенно как-то готовить. Знаете, вот я сейчас думаю, мне очень нравится готовить, и понимая, что бабушка моя не искусница была по готовке, вот. Мы даже с братом как-то, наверное, разговаривали на эту тему, что у нее она, ну, готовила все как везде в деревне, знаете. Но вот блинчики у нее были обалденные. Какой, что за рецепт? Я помню, она горячим, прям чуть ли, прям сильно горячим молоком заливала. И было много яиц. А что, как, хрен его знает. Но они такие тонкие были, все дырявые. Вот тонкие, прям тонкие-тонкие. У меня даже таких тонких не было. Вот, хлеба вот она пекла. Еще у нее были пышки, знаете, какие пресные на сметане. У нас же коровы свои были, сметана, естественно, своя. И вот тоже я нашла кое-какие рецепты похожие. Все, готово. Мы это оставляем здесь. Здесь. Вот, что еще я вот помню из детства, что она готовила. В принципе, больше, наверное, такого особенного ничего. Я говорю, она у нас не искусница была. Ну, пирожки, это все, как говорится, кто их не умеет. Ну, вот, и, например, рецепт какого-нибудь хлебов, квас, например, я бы тоже спросила. Вот этих пышек я бы спросила рецепт. Но, к сожалению, не у кого. Ну, ладно. Значит, будем сами придумывать, выдумывать, составлять свою историю. Вот. И печь хлеба свои. Буду наблюдать. Это прям мне очень интересно. Очень. И вы со мной будете наблюдать. Вот первый день это вот так просто смешала. И все. И ничего. И ничего. Я опять куда-то иду. Если честно, даже не знаю, куда. Я думала, вот тут все написано. Но что-то нет. В общем, я прошла дорогу ту, которую я знаю. А теперь вот иду куда не знаю. Сюда поехали велосипедисты. Вот. Есть дорога. Значит, куда-то она ведет. Правильно? Да. Куда идем? Мы с пяточком. Но не на остановку, это точно. Куда-то опять в горе. В общем, я продолжаю лазить по горам, по местам. Заодно посмотрю, вон там дорога есть асфальтированная. Куда она ведет. Это вот наш город там внизу. Сегодня тоже с клиенткой одной разговаривали. Она мне говорила про какие-то тропы. Сегодня. Может быть, даже про эту тропу она мне и говорила. Еще она говорит, но она тоже любительница походить по этим вот тропам горным. И много всяких рассказала. Она говорит, мне что, мне машину не брать. Потому что зачем мне машину брать? Мухи, блин, задолбали уже. Так. Это вот дорога. Куда ты ведет? Нет, что-то мне туда, наверное, не надо, куда она мне дорога. Вот это ведет. Это, наверное, в соседнюю деревню. Это вот наш город. А вот эту тропу я, наверное, завтра обладаю, знаете. Поэтому сейчас я вернусь. Я, в принципе, уже находила свои километры. Поэтому пойду уже домой. Сегодня пораньше вышла. А завтра мы с вами сюда придем. Очень интересно, куда это все ведет. Это вот теплицы. Я сегодня купила полкролика. Мне кажется, что это полкролика. А может, нет, целый точно. Это не кролик целый. Полкролика. Я иногда ем кролика. Мясо диетическое. Если оно, конечно, без головы, без всего делов. Блин, с головой. Голову сразу выбрасываю. Потому что мне эти глаза напротив совершенно не нравятся. Это полкролика, видимо. Вот так, что я вот так вот сразу выбрасываю. С глаз долой, с сердца вон. Он уже теперь можно вам показать. Он уже вот так вот разделен. Порезан. Вот. Рецепт очень простой. Сейчас мы с вами его забацаем. Для этого нам нужен чеснок. Чеснок нам нужен с вами. Эти глаза напротив. И доска. 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 Досочка, чтобы чесночок порезать. В общем, режем чесночок. У нас будет такой винно-чесночный соус. И кролик. Готовится очень быстро, поэтому вы едите кролика. Я раньше в России никогда не ела. Мне было их жалко. А сейчас, знаете, мясо, ну и в Африке мясо. Если не смотреть на голову, то все зашибись. наливаем оливковое масло. и начинаем поджаривать немного чесночок. Чесночок обжаривается. Здесь уже порезала, смотрите, печенку. Здесь вот так в пакетик кладу, чтобы она там не всплывалась. Порезала кролика. И вот сейчас немного будет золотиться чеснок. Буду обжаривать уже тоже кролика. Прямо только начинает золотиться, кладу кролика. кролика. кролик у нас уже поджарился. И сейчас выливаем где-то стакан вина. Или сколько у вас есть. У меня полстакана. Что-то вина, быстро вино заканчивается. Убираем газ. газ или что там у вас. Сейчас уберем. И добавим сейчас лавровый лист. Лавровый перец горошком. в общем специи, которые вы любите добавляем. У меня тут какие-то специи есть разные с рынка, которые я покупала. Вот. Что еще туда можно добавить? А можно добавить чесночок сухой. Кашу маслом не испортишь. пиво теперь немного посолим. Дега-дега-дега-дега-дега-дега-дега-дега-деги. Помешаем. Так, вот вина у меня очень мало. Знаете, какой выход у меня есть? Добавим пиво. Пиво у меня есть. В общем, берем пивасик и заливаем. Ох, какой вкус брашки пошел. Это будет очень вкусно. И все, оставляем на медленном таком на среднем окне, чтобы было плюм-плюм-плюм. Вот. Чтобы весь алкоголь выпарился. Наш кролик стал мягким, нежным. И чтобы получился соус. На это идет где-то. Можно пиво не жалеть. Все равно оно потом все выпарится. Ой, какой вкус пошел. где-то полчаса я думаю, что оно должно так плюхаться. Пока у меня все плюхается. Смотрите, какая красота. Плюхайся, плюхайся. Тарли кушает. Я тоже пойду кушать. Это мой ужин. Поддыхаю. Это все равно должно плюхаться. Кстати, у нас там два пирожка осталось. Муж сказал, не жри, я потом съем. А я и не буду уже жрать уже все. Я после обеда уже такие штуки, всякие вещи не ем. Прошло полчасика где-то. Смотрите, сколько жидкости осталось. Это вот такой уже соус получился. Обалденный, наверное. Завтра буду пробовать. Отварю себе картошечку, пирешечку. И вот с этим соусом будет очень-очень мне вкусно. Готовьте. Кстати, если вы не любите кролика, курица, можно приготовить таким же образом курицу. И будет очень вкусно тоже. Вот. выключаем и пускай оно тут стоит. Ждет завтрашнего дня. Уже тут чистота и порядок. Я уже почти все смонтировала. Осталось вот с вами попрощаться. И пойду я тоже отдыхать, посмотрю какие-нибудь видосики. В фейсбуке поковыряюсь. Еще что-нибудь поделаю. В общем, отдыхать и готовиться с косну завтра. Завтра у нас новый рабочий день. Так что всего вам самого на лучшего. Пишем комментарии, ставим ваши лайки, обязательно подписываемся и всем пока-пока. Пока-пока.